Продолжение следует... ...что есть цель, есть понимание, как ее достичь. И поэтому сегодняшнее мое путешествие, которое вот здесь началось, я думаю, приведет нас к череде побед в любом случае. Мне 30 лет, я родился в России. Так получилось, что в детстве довольно рано у меня обнаружилось заболевание, необычное для того времени. Диагноз ставился в очень редких случаях, у меня оно вывелось примерно в год. Родители пытались, конечно, узнать, что с этим можно сделать, но никаких путей ни тогда, ни сегодня для лечения именно конкретной этой болезни не существовало. Это мышечная атрофия, амиотрофия Вердинга-Гоффмана, один из типов так называемых SMA, спинальных мышечных атрофий. Они ведут к тому, что мышцы всего организма, в том числе скелетные структуры, они слабеют время от времени, постоянно. И поэтому скелет не может уже сам себя держать, происходит искрение позвоночника, обслуживать себя становится труднее года. Первое впечатление было, когда я тебя увидела в аэропорту, такой, знаешь, безумный, сильный заряд энергии из глаз, такое желание жить и властвовать и бороться, что ли. Я была просто в шоке, когда я отодвинула от глаз мою камеру и посмотрела тебе в глаза, это было что-то очень сильное. Я думаю, что сегодня для меня жизнь – это набор задач, набор проектов, которые нужно так или иначе доводить до ума, до конца, потому что от них многое зависит, от них зависит в том числе и мое будущее. Поэтому я не могу себе позволить относиться к жизни слишком легко, потому что я должен контролировать, кто меня поднимет утром, кто меня положит вечером. Я не думал, что мне удастся прожить дольше 20 лет. По диагнозу это так получилось неожиданно. Сейчас мне 30, поэтому все дни, которые сегодня у меня есть, я воспринимаю с благодарностью, я стараюсь провести их с пользой. У тебя безумно сильный характер. По-другому у меня бы не получилось выжить. Кто тебя научил этому? Я думаю, что у меня пример моих родителей. Мои родители – представители довольно обычной, стандартной советской семьи, военной и педагог-психолог. У меня есть старший брат, мы с ним очень хорошо дружим. Были приняты все усилия ими для того, чтобы я мог развиваться в тех условиях, в тех кондициях, которые я имел. Было принято решение развивать меня интеллектуально. Меня посещало большое количество репетиторов. Я углубленно учил английский, IT-технологии. Школу закончил золотой медалью на домное обучение. Поступил в институт. Диплом защитил просто блестяще. Как сказали там профессора, они взяли самый красивый букет и подарили мне за его диплом. Вот. Мама секрет маленький рассказала про тебя. Что когда тебе было 16 лет, ты сказал ей, что все, хватит. Я на твоей шее больше сидеть не буду, я должен сам зарабатывать деньги. Расскажи, как это случилось. Это было очень мило, на самом деле. Это связано с первой любовью. Девушка жила в другом городе, и мне приходилось часто ей звонить, да, и там, может быть, как-то делать приятно иногда. Поэтому, конечно, мне пришлось найти работу, чтобы это все обеспечивать, чтобы отношения были красивыми, интересными. И потом у меня погиб отец, я должен был уже понимать, что будущее наступило, и мне нужно как-то самому себя обеспечивать, думать, что я могу сделать в этой жизни почти самостоятельно, когда родителей не будет. Я всегда понимал, что компьютер – это то, чем я могу управлять, что я могу полностью контролировать в любом своем состоянии. Я начинал с графического дизайнера, потом перешел к руководству проектами. Уже я около 15 лет занимаюсь разработкой программного обеспечения для школ и для компьютерных игр. Я занимаюсь организацией рабочего процесса других людей. Я нанимаю людей, ищу людей, делегирую полномочия, контролирую качество, контролирую строки и собираю финальный продукт. Работает с 9 утра до 10 вечера, а потом читает до 2 часов или слушает лекции на английском языке. Работа мне моя очень нравится. Я могу сказать, что сегодня, когда есть компьютерная технология, есть интернет, нет никакого оправдания тому, что не работать. Лет, наверное, 20 назад мне попались на глаза труды профессора Демихова и американского ученого Роберта Уайта, которые занимались трансплантацией тел. Я подумал, что для меня это могло бы быть, может быть, радикальным, но достаточно приемлемым способом решить мою проблему, если этот способ будет работать на все 100%. И поэтому, когда 2 года назад профессор Канаверо рассказал, что у него есть технология, которая позволила ему уйти дальше, чем его предшественники, которая позволит ему сделать эту операцию уже имеющую смысл, то есть позволит вернуть контроль над телом, я подумал, что было бы неплохо с ним связаться и работать совместно, для того, чтобы это стало реальностью. Недавно я приехал в Анаполис для того, чтобы совместно с ним выступить на одной сцене, представить его презентацию перед непосредственно техническими, научными специалистами, которые понимают всю глубину проблемы, все детали. Ты готов? Мы не просто являемся какими-то экспериментаторами, нет, мы хотим спасать жизнь людей. Жизнь людей, которые находятся в очень тяжелом состоянии, в состоянии часто даже тяжелее, чем мое. Это будет нечто фантастическое, то, что никто не делал до него. Я не мог упустить свой шанс, положить свой вклад в науку, которую я так люблю. С тобой очень все просто. С тобой очень просто, весело, легко. Спасибо. То есть не доставляет вообще абсолютно никаких усилий. Хочется быть рядом и разговаривать, и проводить время на самом деле. Мы просто были очень мало. Что очень удивительно. Мы вообще же не знакомы. Мы познакомились с тобой по телефону две недели назад, и как-то потом так все случилось. Мне очень повезло с друзьями. Мне было очень комфортно на протяжении всех пяти дней. Я чувствовал себя очень уютно, сытно, тепло, безопасно, в окружении улыбок, друзей. Твоё сердце вообще звучит гораздо лучше, чем на первый день, когда ты приехал. Я уверен. Много лучше. Здесь есть люди, которые мне все равно. Здорово, как ты? Здорово. 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 Здорово, что мы сделали замечательную прогулку по Таймскуэр. Это было потрясающее место. Там большое количество огней, людей очень разных. Но всем весело, все улыбаются, все что-то делают. На самом деле привлекают внимание не такие вот, какие-то открытишные люди. А детали, мелочи, например, полицейские на лошадях, которые мне очень повеселило, позабавило. Ну и просто полицейские, которые все время тебе помогают. То есть в Apple Store я тоже достиг всего, чего хотел. Купил себе обновку. Так сказать, пошли у себя за сложный перелет, несмотря на то, что здание предусматривало в лестницу. Но там также был рифт для инвалидных лесен. И самое волшебное, конечно, было дальше на пароме. Потому что с парома была видна весь Панхэттен. Я увидел и статуи Свободы, и Гранд Зиро, и здание ООН. Я попал на стык дня и ночи. А я ощущал себя в полной безопасности. Я с большим удовольствием спокойно проехался довольно далеко. Впечатлений их много, и я буду еще долго их осознавать. Впечатлений их много, и я не знаю, что они живут в кадре. Впечатлений их много, и я не знаю, что они живут в кадре. И, конечно, как без вас. Это потрясающе. Покажем. Я надеюсь, что это будет тяжело, чтобы взять в аэропейн. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...